я вот так добрый день добрый день очень рад вас видеть очень давно мечтал уже два года пытаюсь вам звонить никак не осмеливаюсь смелости и решительности не хватает мы сами наша семья мы живем в англии сейчас мы сами из латвии очень очень большая радость на душе то что в латвии к вам пришло все вот это то что о чем вы рассказывали видео я все видео увидел ваши вы видели как я в венспасе молился там да да вы падали на землю целовали там да как как вам так пришло а я я тоже я искал всю жизнь я бегаю бегаю как как ткачев говорит все мусорники обнюхал и там было и там но ко мне так сразу не пришло православие я я думал что где то есть лучше но ничего лучше не нашел я и вот искал искал ничего не нашел лучше а как а как на нас вышли а давно уже ролики попались в ю тубе и смотрел вас думаю что это за за строгий такой человек такой а потом когда я узнал когда я узнал сколько вы книг написали я я просто я не мог поверить я думал я сначала думал это обман фикция какая-то а потом когда еще узнал когда вы когда стихи вы пишете то это для меня вообще был взрыв мозга я до сих пор это не понимаю так у меня вышли книги книги вот вот прошедшем году выше стихи называется библия это проповедь в стихах четыре тома по 880 страниц это господь делает это не мое это так думаю человеку это невозможно да не знаю какая память должна быть ну вот мне кажется больше засоряют нашу память память как-то вот моя бабушка покой на царство и небесное она католичка была она с латвии она когда немцы пришли у нас немцы были она знала я записывал на кассету я записывал у меня две кассеты было записано на немецком языке песен она знала как она так быстро выучила немецкий язык а мне кажется мы просто редеградируем сейчас и все может и так но она может быть раньше знала нет не знала она может может быть школе ну по-моему даже в школе не училась как-то мы в деревне жили там школы были по по 10 километров надо было уходить в латвии знаете там хуторами живут там живут с селами там деревне там очень мало есть села и деревни есть но в основном хутора да ну вот и вот думаю ну надо позвонить ну как но человеку уже восемьдесят поправьте меня четыре ну просто ну думаю уйдет человек и не поговорю так мне и такая радость будет в жизни с игнатием лапкиным поговорил я буду детям своим рассказывать что я с игнатием его жалко жена сейчас уехала она тоже хотела с вами поговорить меня теща руку сломала она сегодня поехала в латвию так я сразу сразу не сказал у нас все записывается выставляется в интернет вы не против да слава богу вот я рад буду если это да 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 это будет и вы услышите увидите и родные увидят порадуются что господь нас свел все таки я своим всем родным уже надоел конечно с этими проповедями я я по я по вашей по вашей системе все но стараюсь не наглядь там особо но у нас же мы же тоже при вынадлежим здесь я в бирмингеме живу второе по величине город в англии вы наверное до англии не доехали когда у нас получилось а так мне было оттуда приглашение но масоны в англии масоны восстали против меня масоны на этом уровне никак и поэтому привязались в их посольстве что дата стоит не то дата не то сейчас я бы с удовольствием купил бы и книги ваш я уже думал может быть мне в библиотеку в латвии заехать и сказать продайте мне книги игнатия лапкина все равно их там на них кто не берет а вы в латвии в латвии надо послать потому что сейчас перекрыто все надо как-то найти этот способ а вы не могли бы до белоруссии дайте но это я вам тогда напишу который у меня 38 томов вышли которая сейчас дополнительно и вот сейчас готовим шеститомник издать проповеди во свете святой библии каждый том будете 1170 кажется страниц 1150 спасибо христос дай бог вам силы я не понимаю откуда у вас это все берется у меня такая мотивация сразу я вас как включаю я все ролики у меня сразу так жить хочется как говорится 84 года посмотрите на это на это чудо ну какие чудку и какие вам еще чудеса надо в жизни люди опомнитесь меня говорят а как вы так сохранились ну как по тюрьмам меня господь вел советская власть меня хранила крепко я вот его прочитал я как-то с его с вами сравниваю вы же знаете да его я говорю господи только не дай мне такие страдания как ее удал потому что то что он пережил это нам наверное не точно не пережить ну да очень он у него забрал все что можно да 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 и а иногда думаешь вот как это ну 90 псалом же что эти апостолы ничего не знали что ли 90 псалом а там же все и на руках понесут тебя и не преткнешься камень и на васильевскую а все равно только один апостол в своей смерти умирал остальные мученики ну сейчас весь мир бесовский поднялся против апостолов потому что дьявол он не мог терпеть этого особенно когда мы точно берем по слову божию это сегодня как раз проповедь говорил она будет стоять о свете как господь говорит я есть свет миру и как он нас сделал и говорит светите миру что мы даже такой жизнь показать чтобы она буквально тьма падала вот чтоб нам бог силы дал конечно да этой борьбе вот я тоже стараюсь там в нашей церкви я говорю ну что вы делаете что вы людей мучить как вы говорите зачем этот скотомогильник от вас все слабо беру 50 50 апостольское правило говорю что уже отменили говорю как вы говорю как вы говорили что в англии засуха была 20 лет во мне где человека окунуть что ли они поливают они мне рассказывают мы там так льем красиво с кувшином на голову так я как раз через неделю уже купель появилась понятно потому что крещение переводится по-немецки тауфен к тауфен а вот по английски это там баптинзен я когда-то в школе иностранного языка у нас не было ну деревня а учителей не было но и уже я техникум учился в это время коснулась я считаю война и мир льва толстого там целая страницы по французски я говорю почему никто не знает а ты выучи я сразу пошел искать учебник на своей площадке где жили одна в шестом классе она дала я немецкий язык прошло шесть месяцев я у них уже проповедь говорил у немцы то что вы говорите мне даже не верится вот теперь английским занялся английским занялся у меня ушло четыре месяца и когда меня пригласили в америку через неделю я все восстановил и с полицейскими беседовал по телефону а по-латышски я был где-то за три с половиной месяца мне бог дал знать их говорят они такие нацисты я стою в армии у нас были латыши литовцы эстонцы высокие руссоболовцы трудолюбивые и почему после армии я туда подался на балтике работал матросом мне очень нравились они а так как с ними разговариваешь латышами они не знают куда тебя посадить очень ласковые да 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 они очень дружелюбный народ да сейчас немного они конечно от этой жизни конечно такой с богом никто не хочет жить и какой человек становится он добрее не становится все думают про свой карман сейчас а у вас какой родной язык ну вообще русский я сам в украине отец украинец а мать латышка а вон как отец православный меня православие крестили мать латышка ну я у отца спрашиваю погружением крестили вроде говорит погружение но но все равно и крестили у папа дома ну я думаю деньги сильно платили ну симония было наверно да я не знаю поэтому изберите когда будет построена купель немало не сомневаюсь об этом говорится 14 правило церковное апостольское 50 немедленно креститесь да не будешь решен тарикой благодати да 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 и а жена у меня вот такой вот серьезный вопрос это основная часть почему я и звоню вам и жена у меня из староверов староверы же бежали по всей россии и очень много у нас очень большая диаспора в и староверов да у нас очень много моленных их них и так получилось но я тогда еще не было как бы православным таком блудняком был можно сказать и вот сошлись она староверка я вот православный и я говорю ну она как бы принимает православие говорит ну и и она на клейлесе поет здесь у нас бирмингеме вот а вот скажите а она признавала старобрядцы какие у них священство было или не было у них есть священство да ну вот это белокринецкая иерархия наверное я не знаю как они называются в латвии какой кому они принадлежат это не надо знать конкретно потому что они рассыпаны и новозыпковская вот два которые без поповцы больше 50 разных течений названий так я вот хочу повенчаться а вот я даже не знаю я даже к причастию сейчас боюсь подходить потому что вы напугали говорит если недостойно причащается еще хуже считается достойно заключается в вере если вы в это верите вы не курить не курите не пьете никогда ну вот молодой был да ну сейчас вам сколько лет 54 ну маленько помоложе на 30 лет но вот с ней поговорите пусть она отсюда выйдет так что если она будет с вами полностью одинаковая вместе ходить церковь то она не согрешит нисколько ну да только что она боится как-то православие полностью принять она все за староверов больше держится ой они же такие хорошие их гнали били везде и и в общем ну в общем в общем так это есть свобода дается свобода да у нее нога одна там одна здесь и она не может определиться но вы пока не трогайте пусть она зайдет вопросы подготовьте я на все отвечу потому что мы три старообрядцев только без поповцы у нас были родители деды все старообрядцы дело большое но тут узнавайте теперь где вы можете получить книги пока есть возможность потому что которые 38 томов у меня выходили они к концу подходят было всего 1000 экземпляров а 650 когда у нас миссионерская поездка была мы из барнаула то край дошли до владивостока потом до лиссабона и 650 библиотек получили от нас подарок да 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 я я бы купил бы я если бы нашел бы как как их получить я бы и купил бы мне не надо пока только белоруссия белоруссии там что у нас у нас люди есть которые могут получить и к ним на квартиру приехать ну ясно да вот это новое издание новое издание которое кисло православие новое переиздание было трехтомника нового завета толкование с апокалипсисом такого никогда не было в мире что весь новый завет ну в одном издание трехтомник каждый том 752 страницы 230 иллюстрации гюстава даре мы раскрасили да я видел я видел даже на сайте заходил смотрел кто гюстав даре да нет католик католик был так я насколько я знаю ну так а что он рисовал картины это соходятся это лучшие гравюры какие были тогда и поэтому мы раскрасили она как оживотворилась не сразу сумели сделать это я долго искал художников но наконец нашли программу по программе три человека работали над этим ну да а еще такой вопрос хотел вам задать по поводу украины например ну не например вот зеленский он же как бы он я не знаю он православный или не православный а вы сами говорили когда вступает президент в должность свою он руку кладет на евангелие у него ничего нет никакой веры нету нет он не верующий зеленский право ложить свою руку на евангелие он же не есть как бы еврея нет 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 это не подходит то есть он может что получить а что же всех у них делается на это у меня ролик есть что у них молиться о мире нельзя и риме 48 10 потому что вся зараза вот это оттуда шла и когда они меня судят за это они не говорят почему я так сказал почему написано проклят кто дело господне делает небрежно точка и проклят кто меч господень удержит от крови аминь аминь поэтому мы так говорим вот сейчас они там здесь навальный умер я уже меня тут разговор был спросили вот тут есть один такой человек сейчас расскажу его может быть вы очень читали кота называется риттер скотт ну он был когда-то разведчиком американским и теперь он это все все говорит когда он настолько здравомысляще рассуждает мы с ним в этих вопросах полностью сошлись и вот тот который умер там то другое он мутил народ он говорит нехороший человек предатель своего народа и мы полностью с ним сошлись он меня не знает ну как-то странно да для меня тоже странно зачем он и но если ты хочешь там как-то подрывать там государственную деятельность зачем ты в россию ехал тогда если ты знал что ты против тебя гонения будут как-то нелоги нелогичные такие пути он делал свою своей жизни сейчас такое что как будто его кто-то куда-то посылал все время потому что ему заплатили теперь когда он был считал отравлен и в германии был вопрос зачем он сюда приехал вы правильно говорите зачем а его сказали ты учился у нас он учился то в америке и вот их теперь сюда направляют и теперь путин его убил убийца зачем бы перед выборами убивал его сами подумайте то есть люди вообще не рассуждают так ну что есть еще что да да я я тут за я занимаюсь сейчас тут вы вопросы подготовки и раз я вам скину все данные еще раз я вам уже скидывал это когда можно звонить в какое время и какие главные данные какие ресурсы зайдите на наш сайт в сайте там у я отвечаю студентам я много лет преподавал в университетах четыре тысячи сто двадцать четыре вопроса по пяти параметрам но все тогда отхожу потом с хозяйкой со своей придете ко мне можете завтра зайти до по москве четырех ночи до четырех дня по москве хорошо хорошо аллилуйя отошел ну да все всего